шалом уважаемые дамы и господа 6 лет тому назад я сопровождал большую группу еврейских студентов молодежь и мы посетили освенцы я стоял у того места где когда-то в те тяжелейшие годы доктор менгеле пусть проклята будет его память делал селекцию и я вспомнил знаменитую историю про раввина из города дантик который в тридцатые годы выходя из дома каждый день говорил каждому человеку доброе утро здравствуйте огутен морган огутен такт огутен абэнд и каждый отвечал ему уже по привычке огутен морган эр рабинер то есть доброе утро уважаемый раввин так прошли годы и он уже познакомился со всеми жителями этого города он был знаком также с фермером по имени герр мюллер которому каждый раз он говорил здравствуйте герр мюллер тот отвечал ему здравствуйте герр рабинер прошли годы и нацисты взяли власть в германии мюллер стал мюллером одним из мюллеров одним из эсэсовцев а рабинер был послан казалось бы в последний путь и вот на одной из станций где одних посылали в последний путь в треблинку а других на какие-то работы в какие-то лагеря где еще была надежда стоял вот этот прав правин уже высохший от голода с дрожащими руками он шел понимая что его направят туда или туда но сто процентов не туда где есть надежда вот когда он подходил из такого близкого расстояния он услышал знакомый голос и какой-то голос изнутри сказал ему говори вот он сказал привычную фразу агут не так герр мюллер на что он услышал агут не так герр мюллер и взяв на гайку в руки эсэсовец послал раввина туда где была надежда остался в живых и этот рассказ я хочу посвятить фразе наших мудрецов две фразы одна фраза гласит так приветствую каждого человека говори ему шалом первым я был когда-то в свое время раввин пусть всевышний дашь ему много здоровья и продлит его дни в натании который еще издалека тебя видел он тебе говорил шалом вначале мне было странно а потом когда я начал изучать я уже понял что это действительно та рекомендация наших мудрецов и она основывается на второй фразе если ты уважаешь людей бог тебя уважает я добавлю сюда свою фразу бог тебя даже может спасти потому что ты уважаешь этих людей почему вот такая аналогия между всевышними людьми потому что тех людей которые тебе бог посылает в пути ты должен уважать потому что эти люди может быть даже иногда докучающие тебе может быть иногда не очень комфортно тебе с ними но ты их уважаешь потому что их послал всевышний и если ты веришь в то что любое предназначение любой случай любое препятствие или наоборот от него то ты уважаешь того кто их послал и может быть будет такая ситуация в жизни где кто-то из этих людей или тот кто этих людей создал поможет тебе выйти уважать и сохранить тебя я желаю каждому с божьей помощью уважать один другого без абсолютной разницы этот человек русский еврей англичанин немец это не важно важно то что мы уважаем любого человека в этом мире шалом шалом